Старт манит! Каждый, кто приезжает сюда впервые, возвращается на следующий год. В этот лагерь на озере Ханка дети ездят по пять, а то и по восемь лет подряд, пока не окончат школу. Влечет не только солнечная погода. Ежедневный тур походы, отдых около костра на берегу, жареная картошка и песни под гитару. Каждый может почувствовать себя юным Робинзоном. Тут много чего хорошего. Мы почти каждый день ходим на Ханку, играем во что хотим. Баскетбол, пинербол, футбол, волейбол, что угодно. Нас тут кормят очень хорошо. Пять раз в день. Здесь и климат очень хороший, здесь всегда солнце, в отличие от Владивостока, где всегда туманы, дожди. Коллектив хороший, вожатый, очень всегда нравится. Ну и вообще тут очень много детей, с которыми приятно общаться, ездишь. Тут всегда мероприятия интересные. Те мероприятия, которые проводятся в формате нашего лагеря, мы утверждаем это на активе лагеря. То есть от каждого отряда приходят представители, то есть это все понятно. И они сами составляют план тех мероприятий, которые у нас проходят. Те, кто здесь отдыхал более 30 лет назад, теперь отправляют сюда своих детей. Пока одни тренируются на концертной площадке, другие занимаются спортом. Здесь же детей учат быть самостоятельными. Начинается с малого. Стирка вещей и дежурство в столовой. Дети в летнем лагере любят хорошо поесть, ведь надо много сил для тренировок и активных игр. Уплетают практически все и даже просят добавки. А сегодня у нас на обед суп с фрикадельками, макароны с колбасой и, конечно, компот. Отдыхают в старте дети со всего Приморья. Органы соцзащиты компенсируют часть затрат за путевки родителям. 11 июля в лагерь заедет новая смена из 200 детей. Вновь выберут миссы мистера Ханка, пройдут звездный путь и большинство вернутся сюда через год. Надежда Арсеньева, Павел Михайлов, Анатолий Булочев. Панорама. Павел Михайлов, Анатолий Булочев.